Азербайджан 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 Ваше мнение Шандардж Ваше мнение Ну, был задан вопрос по поводу работы Минской группы ОБСЕ Лавров говорит, я не знаю, какова будет дальнейшая судьба Потому что наши французские и американские партнеры Так называемые, он говорит, по этой группе отменили И тройку сопредседателей Минской группы Зовет, что они не будут с нами общаться в этом формате И, ну, как бы Хотелось бы в этой связи буквально несколько вопросов Ну, во-первых, по поводу смерти Минская группа ОБСЕ, все, закончилась? Надо ли будет после этого еще кому-то, знаете, как разжевывать, что вот Минская группа ОБСЕ, сопредседатели, никаких вопросов, все, это история? Я думаю, что это запоздалое заявление, а в принципе, Минская группа ОБСЕ, она уже не существовала в 2020 году, 10 ноября, когда стороны Азербайджана, Армения при посредничестве России подписали трехсторонние заявления, всем известные. И думаю, что в течение 30 лет своего существования ОБСЕ в принципе было очень неэффективным институтом, как формат, она как бы такого и не существовала, активности как бы такого и не было, только декларативные, идентичные по контенту заявления, которые были сделаны в течение 30 лет, которое не помогло сторонам прийти к общему знаменателю. А далее, когда в 2020 году азербайджанская армия выполнила всем известные 4 резолюции ООН, я думаю, что уже в Минской группе ничего не оставалось делать, она свою миссию сама закончила. И сказать, что вот это заявление, как бы всем такой месседж передает, что все уже не существует, Минская группа, на самом деле Минская группа уже не существовала с 2020 года. То есть это не новость, и никакой активности, как уже я сказала, не было. И в принципе, как институт его участия вообще в общем процессе и не видится. Да, сейчас они как бы связывают это с напряженностью вокруг Украины, глобальную проблему. Но я думаю, что Франция, США и Россия и до этого плодотворно не сотрудничали в плане урегулирования конфликта. Потому что мы по результатам говорим, то есть это не просто наши догадки или же наши рассуждения, а мы по результатам как бы вот это мнение высказываем. Мы это на себе ощутили. Ваше мнение по этому поводу? Ну, если его представить как механизм, то там нет французов, там нет американцев, они не хотят работать с русскими, но двигатель-то не будет работать, так получается. Умерло все-таки, нет? Нет, конечно же. Я полностью согласен с предыдущим оратором, что Минская группа ОБСЕ прекратила свое существование во время трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Почему? Ну, в первую очередь потому, что это трехстороннее заявление, она была только лишь при посредничестве Российской Федерации, одной из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. То есть в то время Российская Федерация не позвала на это заявление ни Соединенные Штаты Америки, ни Франции. Тогда обиделись именно они. А сейчас вот ту же самую, как бы так сказать, монету они используют против Российской Федерации. Они говорят, что мы с вами не хотим разговаривать по этой проблематике. И важным моментом является то, что вот этот показатель, он является наглядным примером того, как отношения между Западом и Российской Федерацией сейчас находятся на достаточно напряженном уровне. Потому что вот Минская группа, это была, пожалуй, одна из малочисленных платформ, где позиции всех этих трех сторон, они так или иначе совпадали. Но если сейчас ни Франция, ни Соединенные Штаты Америки не хотят говорить Российской Федерации по этому вопросу, это говорит о том, что отношения между ними очень сильно ухудшились. И какие-либо дальнейшие дипломатические переговоры, как по Азербайджану-армянскому вопросу, так и вообще по мировым, сейчас пока что не предвидится. Ваша мысль ясна. Я еще одну цитату хотел бы привести от господина Лаврова. Он говорит, ну, давая оценку вот этому, не хотим работать с вами по данному случае в рамках Минской группы, он говорит, это их право, имея в виду французов и американцев, если они готовы пожертвовать интересами регулирования в Карабахе и в целом за Кавказе, готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор. Ну, знаете, во-первых, хотелось бы сказать, что позиция официального Баку заключается в том, что никакого конфликта-то нет, он решен в 2020 году, поэтому говорить о регулировании какого-то конфликта, ну, мы не понимаем вообще, о чем, о каком конфликте может идти речь, но приведите в такой оценке со стороны главы МИД России, ну, некую обиду за происходящее, и может ли вот такая отношение, такая трактовка в конечном итоге, знаете, как телепортировать наш регион определенную геополитическую напряженность, которая сейчас существует однозначно между Западом и Россией? И вообще, вот говоря там о судьбе за Кавказом, стоит ли так драматизировать? Конечно же, не стоит. Я думаю, что напряженность на Южном Кавказе не в интересах Российской Федерации тоже. То есть, если посмотреть более глобально на происходящее в нашем регионе и вообще вокруг России, я думаю, что Россия, как и другие западные страны, они более склонны к миру в регионе и безопасности на Южном Кавказе. То есть, России не нужна вторая война, скажем так, в своих южных рубежах. И, конечно же, это же мнение разделяет и Макрон, и Байден. Почему мы это говорим? С уверенностью. Потому что последние действия со стороны Евросоюза, которые сейчас возглавляет Франция, в лице Эммануэла Макрона, очень активно посредничают в этом вопросе. И мы очень хорошо помним очень интенсивные телефонные разговоры с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. То есть, сказать, что они деструктивно относятся к мирной дипломатии в нынешнем этапе, это было бы неправильно, потому что мы очень активную роль сейчас видим. Наверное, мы будем обсуждать и брюссельские переговоры. И сейчас очень активно подключился к процессу Евросоюз в лице председателя Европейского Союза Шарля Мишеля. И очень плодотворно сотрудничает со сторонами. То есть, если исходить со всего того, что мы сказали, я думаю, что особой ревности к мирному процессу, который сейчас началось, я не вижу. И думаю, что вы тоже разделяете это мнение. Потому что есть конкретные результаты. И уже по итогам брюссельских встреч очень позитивные импульсы пришли и от России, и, скажем так, от наших западных партнеров. И это, конечно же, дает очень позитивный импульс к переговорному процессу. И мы думаем, что дальше это будет продвигаться при посредничестве именно этих стран. Будем надеяться. И заканчивая вот с этой темой, там еще одно есть высказание господина Лаврова. Он, обращаясь к странам, ну, Европейскому Союзу в данном случае, он говорит, очень хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги понимали, что это русло, имеется в виду, ну, какие-то достижения, уже созданы тремя лидерами в 2020-2021 годах, что они не будут в этом русле чинить какие-то препятствия, плотины и что-то еще, добавил глава МИД России. Как вы считаете, Евросоюз, ну, я так понимаю, что он говорит о том, что вот, чтобы они не навредили тому багажу, который накоплен в 2020-2021. Вы вообще предполагаете, что Евросоюз может навредить этому процессу? Нет, если мы посмотрим на последнее заявление Шерла Мишеля после окончания брюссельских, значит, переговоров, там есть конкретная цитата, где он говорит, что все, значит, пункты по, значит, взаимному заявлению от 10 ноября 2020 года, все они должны быть исполнены. То есть здесь конкретного такого противостояния между этим договором и текущим брюссельскими переговорами как такового не является. Но я бы хотел обратить на слова, значит, Сергея Лаврова насчет, значит, интересов Армении, где он использует. Я считаю, что это является, в первую очередь, политически спекулятивный сигнал по отношению к французскому и американскому сегменту армянской диаспоры, поскольку это происходит, то есть эта цитата, она была сказана в период французских, ну, соответственно, политических процессов, сейчас у них идут президентские выборы идут. И мы знаем, что во Франции по отношению к Макрону и другим кандидатам у армян есть, ну, своеобразное мнение, и все эти кандидаты, они старались пропиариться за счет Азербайджана, они совершали незаконные, значит, визиты на горных Карабах, а некоторые вообще фотографировались перед, значит, Аградагом, то есть перед Аградагом, и таким образом хотели привлечь на свою сторону армянский сегмент французского общества. И вот Лавров с помощью таких слов хочет показать, что вот Макрон не является таким человеком, который будет поддерживать позицию Армении всецело. Да, эта фраза довольно-таки, она выглядела странно, потому что мы все-таки всегда ожидали, даже пусть от покойного минской группы ОБСЕ, все-таки равноудаленности от страны, а не так, чтобы кто-то будет говорить, что вот мы любим армян больше, чем вы, это было очень странно. И давайте уж, когда это начнем непосредственно с брюссельской встречи, дело в том, что, ну, по итогам было выступление, на самом деле, и заявление, и с прессой общался президент Совета Европейского Союза, Шарль Мишель, он говорил о необходимости делимитации и демаркации, он также сказал, уже это обсуждается последнее, о создании совместной пограничной комиссии в соответствии с сочинской декларацией вот от 26 ноября 2021 года, и он сказал, что там есть два пункта касательно мандата. Во-первых, очень важно, что сказали, что вот эта структура должна уже до конца апреля начать быть созданной, я так понимаю, начать работать. Он сказал, что она займется делимитацией армяно-азербайджанской границы и обеспечением безопасной ситуации вдоль линии границы и близ нее. С учетом того, что четко обговорен срок создания и начала работы, как вы считаете, может ли Армения и на этот раз пойти на срыв, потому что та самая сочинская договоренность 26 ноября 2021 года, пусть нет, вроде как там тоже это должно было быть, но не произошло, и если все-таки они сорвут, какой будет реакция, какой будет механизм реакции? Я вам честно скажу, что у меня есть осторожный оптимизм на этот счет. Я думаю, что результаты брюссельских переговоров, брюссельские встречи вселяют надежду, что в этот раз армяне уходы будут искренними. Почему? Потому что до этого сделаны заявления со стороны Армении как раз-таки по делимитации и демаркации границ, там они не очень-то, скажем так, возникали, как раз-таки такое заявление, что мы должны идти на этого. А в обществе Армении, да, вызывало какие-то недовольства, а в общем-то политическое руководство Армения понимает, что что бы там ни было, какие там последствия политические в общественности Армении не вызывало это решение, они должны пойти не на делимитацию, не на демаркацию, потому что это есть и центральный вопрос, центральный момент, который может ввести к подписанию мирного договора, который очень важно, и это очень поддерживается сейчас, как мы сказали, уже с Западом и с другими участниками глобальными. То есть в этом смысле, я думаю, что Армения очень даже хорошо понимает, какие шаги ему придется предпринимать, потому что без этого мира на Южном Кавказе не будет. И я думаю, уже можно сказать, больше года, после 20-го года прошло времени, я думаю, что этот тайм-аут для Армении был достаточным, потому что они как бы должны были свое общество как-то подготовить к этому подписанию. И сейчас, когда подключились к проблеме именно Евросоюз, где активной страной является Франция, друг Армении, скажем так, покровитель, один из покровителей европейской Армении, то в данном случае не остаются какие-то сомнения, что в этот раз они не захотят предпринимать конструктивные шаги, в этом направлении. И то, что брюссельский документ включает в себе конкретную дату, как мы уже сказали, до конца апреля мы стороны должны создавать эту комиссию, и дальше они должны создавать комиссию по проекту мирного договора по подготовке. Я думаю, что именно эта конкретность еще, и это второй момент, который вызывает у нас больше доверия, больше надежды, что все-таки в этот раз процесс, как и сказал Шарль Мишель, по итогам встречи продвинулся, процесс начался, то есть это будет продвигаться. И мы думаем, что в этот раз, опять же, как Шарль Мишель сказал, в правильном направлении. Будем надеяться, мы в Азербайджане, наученные горьким опытом, вы сказали про тайм-аут. Такое ощущение, что Армения 30 лет пребывала в этом тайм-ауте. Да, я добавлю, вот этот момент тоже существует, и все эти скептические взгляды, которые, как вы, не доверяешь, что в этот раз Армения будет или не будет, я думаю, что уже некуда. В принципе, если предположим, что они не будут это подписывать, то что дальше? Ну, это надо у армян спросить, что дальше? Мы-то знаем, чем закончились 30 лет, а чем, может, еще закончились? Я сейчас детализировать вас не буду. Давайте я еще один общий вопрос задам. Начнем с вас дальше, Сейлхам, ваше мнение тоже. Что стало для вас самым важным в этом итоговом заявлении Европейского Союза? Он уже несколько дней обсуждается, говорится. Но самое важное, там множество аспектов, о которых, если время позволит, мы еще будем говорить. Но что стало самым важным, которое вы приписали бы им непосредственно к итогам, к результатам, я бы даже сказал, брюссельской трехсторонней встречи? Результатов их очень много. Здесь и делимитация, демаркация, здесь и насчет промирного договора, здесь и про открытие коммуникации. Но я считаю, что самым важным является первое предложение этого заявления. Там Шарл Мишель говорит, что мы с сторонами, то есть с Азербайджаном и Арменией, то есть с их президентом, премьер-министром, значит, обсуждали текущую ситуацию на Южном Кавказе и развитие отношений Европейского Союза с обеими странами. Это первое предложение. Я считаю, что вот это первое предложение, оно объясняет весь контекст заинтересованности Европейского Союза. То есть Европейский Союз в текущем глобальном противостоянии с Российской Федерацией, где нефть каждый день дорожает, газ дорожает, где мы находимся на точке бифуркации, мы не знаем, что будет через месяц, через год и так далее. То есть в таком контексте, где Азербайджан обеспечивает одну из альтернативных энергетических поставок в Европейский Союз, значит, безопасность, как энергетическая безопасность, как и все целые безопасности Европейского Союза, очень сильно зависит от безопасности Южного Кавказа. Именно поэтому Шарл Мишель говорит, что вот мы обсуждаем ситуацию на Южном Кавказе, и это обуславливает, то есть, другими словами, обуславливает наше взаимоотношение, то есть взаимоотношение Европейского Союза с этими двумя государствами. Сейчас мы находимся в таком ситуации, что текущие международные отношения, они так или иначе изменятся. Если от этого очень сильно пострадает Российская Федерация, это будет еще продолжение как минимум на 10 лет однополярного мира. Если Российская Федерация хотя бы выйдет в ничью из этого противостояния, это будет уже многополярный мир так или иначе. Но так или иначе мы находимся на точке бифрукации, мы не знаем, как пройдут текущие события через месяц, через год и так далее. Прогнозировать. Да, очень сложно. Именно поэтому для Европейского Союза очень важен мирный договор, мирная ситуация на Южном Кавказе. Посмотрим, поэтому будет результат. Я, прежде чем до вашего ответа, просто отмечу одну вещь. К этому заявлению в Баку я не увидел особого скепсиса, антагонизма к нему. Вроде как большинство вот этим итоговым заявлением Европейского Союза по трехсторонней встрече, они довольны. А вот в Армении они в чем-то, не полностью, но в чем-то мне напомнили реакцию армян на заявление от 9-10 ноября 2020 года, по крайней мере, в экспертном сообществе. Это естественно. Если мы будем проанализировать и социальный сегмент, скажем так, на армянском языке, и другие ресурсы, и то, что сейчас происходит в Армении, в обществе Армении, конечно же, они восприняли это очередное поражение. И они это восприняли, как, скажем, поражение Пашинянов на политическом уровне, и этого не воспринимают, потому что действительно документ не включает в себе слово «статус», он не включает, как они ожидали, слово «орцах» и другие моменты, которые были в их интересах. И до встречи в Брюсселе те волнения, которые они организовали в центре Ярована, чтобы надавить, как говорится, к процессам, которые будут проходить в центре Европы, это не дало никаких результатов. То есть документ, то, что они ожидали, не в таком формате издавалось. И, конечно же, это у них вызывает гнев. И если дальше посмотреть, как мы вначале обсуждали про Минскую группу ОБСЕ, и документ изначально не предполагал участие Минской группы ОБСЕ, как посредника или же как площадки для будущих обсуждений, или же подписания какого-либо документа. Это тоже для них, скажем, был таким пагубным шагом, и они к этому тоже как-то, скажем так, не отнеслись. Вот разница восприятия этого документа в Азербайджане и в Яроване. А в Азербайджане этот документ воспринимается как факт, потому что мы уже в 2020 году, как говорится, подписали то, что нужно было подписать. Мы свои территории уже освободили, мы вышли на свои государственные границы. Сейчас просто речь идет о документации, речь идет, мы должны все это, как говорится, в официальном порядке подписать. А так, по факту, что нужно было делать, мы уже сделали. Разумеется. Есть еще один такой момент, если уже детализировать, то в Армении недовольство тем, что, знаете, как эти брюссельские встречи, как ни странно, оно началось еще до того, как сама встреча состоялась. Вот Сейхам сказала по поводу массовых акций, ну, насколько они были инспирированы, насколько они носили естественный характер, это, конечно, другой вопрос. Но бешенство вызывает у них то, что в этом заявлении нет ни слова про Карабах. Как вы считаете, чем это может обернуться для властей в Армении, потому что они первым делом начали оправдываться, и удастся ли им убедить хоть кого-либо, потому что как он оправдывался? Он пришел на заседание Кабмина и сказал, что в будущем, в каком будущем мне понятно, удастся ли ему в Армении кого-то, в общем, убедить? Чем это обернется для них? И удастся ли им убедить свое общество, что, дескать, в будущем там про Карабах еще будем говорить? Ну, знаете, убеждать, я считаю, что армян здесь не имеет никакого смысла. Не тратить время, да? Не тратить время на убеждения, поскольку, ну, после 10 ноября, если бы они хотели бы, если бы они имели бы возможность, они свергли бы Николая Пашиняна. Но это не получилось. Они митинговали достаточно долго, целыми месяцами. Если бы они могли бы, они смогли бы свергнуть Пашиняна посредством выборов. Это тоже не получилось. Я сейчас не говорю, что Пашинян является полностью легитимным премьер-министром. Достаточно посмотреть на результаты выбора. В выборах участвовали всего лишь половина электората Армении. И только лишь половина из них проголосовала за Армению. То есть, ненациональный лидер. Да. То есть, в Армении до сих пор существует апатия. И до сих пор Армения, еще помню, это железный кулак Азербайджана. И самое последнее событие в Карабахе, я имею в виду, вокруг, значит, горы Перу. Еще раз напомнило им о том, что полтора года тому назад, чем это им обернулось. Еще важным моментом является то, что все это происходит в контексте очень быстро развивающейся инфляции в экономике Армянской Республики. Мы помним, после даже, значит, трехстороннего заявления от 10 ноября были проведены опросы Геллоб и другие, значит, социологические опросы, которые показали, что армян в первую очередь интересуют не Карабах, а экономические вопросы. Хлеб насущий. И вот в этом контексте сейчас ситуация настолько плохая, как в мировой экономике, так и в самой Армении, поскольку Россия требует от Армянской Республики с тем, чтобы ввести торговые взаимоотношения с помощью рублей, а рубль сейчас является очень нестабильной валютой. И Армения тоже задумывается о том, что если мы накачим свою экономику огромное количество рублей, а если завтра российский рубль полностью обвалится, сейчас он очень искусственно держится, но если не смогут это сдержать, если технический дефолт Российской Федерации обвернется в реально, потом и кросс-дефолт, после крушения российской экономики пойдет и крушение армянской экономики, то что тогда будет? Что более важнее, Карабах или сама Армения? Ну, армяне пусть сами на этот счет думают, мы-то решение на этот счет приняли. Я в продолжении этого вопроса хотел бы просто, опять же, ну, скажем, из сегмента армянского общества, там, экспортного сообщества, как они реагируют. Вот есть у них такой политолог Тигран Григорян, он комментирует итоги брюссельской встречи, он сказал, что вновь армянская сторона отказалась от двух своих шагов, от двух своих предыдущих заявлений. Во-первых, она согласилась на двустороннюю комиссию по вопросам делимитации без отвода войск. Вдоль государственной границы у армян такая нестандартная, скажем, идея была, что давайте, мол, отведем войска, а потом начнем делимитацию, демаркацию. Я так понял, в Баку дали понять, вы можете отводить хоть до Еревана, мы стоим там, где хотим стоять и считаем правильным стоять. И второй момент, он сказал, что отказались от своей позиции, что переговоры будут идти в рамках Минской группы ОБСЕ. Ну, последние события, они показывают, что это даже уже не столько-то Армении зависит. А как вообще вот для армянского правительства, вот понимаете, как они вот в таком юношеском максимализме начинают орать о чем-то, вот это так, это так, а потом, как ни в чем не бывало, им ставят перед фактом, они это принимают и как бы начинают оправить. Как вообще вот это правительство будет восприниматься в обществе, как оно вообще, как вообще с этим правительством работать? Я имею в виду, что они же наши партнеры, ну, хотим мы, не хотим этого. К сожалению, вот этот ложный популизм доминирует в армянском обществе и в разных слоях, скажем так, и в политических кругах мы отмечаем это, и в обществе, в общем, отмечаем это. И наши наблюдения наводят на то, что в массе случаев они даже не вникают в реальность. То есть реальность, она какова. Дело в том, что вот 30 лет, когда они жили, им было очень комфортно на оккупированных территориях Азербайджана, они даже не предполагали, что в один прекрасный день придется отодвигаться, как говорится, не только из этих территорий, но и границы. Границы. Потому что, как мы все знаем, в 91-м году, когда мы объявили нашу независимость, границы как бы таковой с ними не существовало, потому что уже факт оккупации она совершилась. Да, частично, да. Вот именно та часть, которая была оккупирована Арменией, то есть они это восприняли как свою территорию и про госграницу забыли. Но есть документы, которые существуют, есть Ельцинский акт, заключительный акт, где очень точно и четко указывается государственная граница. И все прекрасно знают, откуда она проходит. Ту демагогу, которую сейчас они закручивают внутри Армении про эти границы, я думаю, что это вообще пустая трата времени. Потому что все равно так или иначе комиссия будет работать сугубо по этим документам. То есть все последующие шаги будут предприниматься на базе этих же документов. Второй момент про Минскую группу. Мы обсуждали это достаточно много. Я думаю, что сегодняшние заявления и ответ всем тем, которые хотели реинкарнировать Минскую группу, которая уже не существует и не будет существовать. То есть это для информации. Да, это Данс же хочет Армении того или не хочет. Кстати, очень странно, что глава МИД Армении, он продолжает говорить, он даже на пресс-конференции после того, как Лавров все это сказал, он сказал, что он от своего имени, говорит, он видит некое желание международного сообщества вести переговорный процесс в рамках Минской группы ОБС. А чем им не нравится Евросоюз, и вот этого нужно задавать? Нет, лично у меня такое причинение сложилось, что там проблемы со слуховым аппаратом. Потому что Лавров все сказал более чем четко и ясно. Очень коротко, еще один момент по поводу того, что говорил Шан Мишель, общаясь с журналистом. Он сказал, что мы провели замечательную, очень плодотворную встречу с президентом Азербайджана и премьер-министром Амении. Стабильность, безопасность и развитие на Южном Кавказе чрезвычайно важны для Европейского Союза. Почему? Евросоюз, знаете как, географически, конечно, мы где-то соприкасаемся, но Брюссоль достаточно далеко. Почему и насколько они, самое главное, решительно в этом своем желании у нас буквально одна минута остается? Я объяснял, что Азербайджан играет очень важную роль в энергетической безопасности Европейского Союза. Только газ? Только нет? Не только лишь газ. Вообще Азербайджан является ключом к Центральной Азии. После того, как Соединенные Штаты Америки ушли из Агванистана, позиции Запада в этом регионе ослабли. Если не поддерживать Азербайджан, как говорил Збигнов Жизинский, ключ к Центральной Азии, они находятся вне зависимости от Азербайджана, Грузии и так далее. Если не поддерживать Азербайджан, то Азербайджан так или иначе будет ослабевать его влияние как за Гавказией, так и за ее пределами. И таким образом Российская Федерация, Китай, Иран и другие, Индия будут еще больше увеличивать свое влияние в Центральной Азии. Поэтому Азербайджан, как и Грузия, является для них очень важным актором. Ну, время все покажет. На самом деле, вообще-то Азербайджан всегда свою независимую политику, вне зависимости от внешних акторов, он реализовывал. Уважаемые гости, огромное спасибо вам за участие. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Я напоминаю нашим зрителям все это время на наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Сейль Микияо. Сейн Хам, большое спасибо. Кроме того, с нами все это время был политический обозреватель Эльшан Меджидов. Эльшан, вам тоже огромное спасибо. В эфире телеканала СБС была общественная политическая передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Санан Азербайджан. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!